Средняя баба яга прилетела к трем дубам и тут же приступила к делу как же мне его встретить то бормотала она только он появится скажу колобок колобок я тебя съем нет не то я скажу кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места нет же где-то было а вспомнил я скажу фу-фу давно в нашем лесу русским духом то не пахло а теперь русский дух сам к нам пришел а потом я его до конца развить свой гениальный план ей не удалось макей появился внезапно руки вверх от неожиданности баба яга взлетела на дуб слезай скомандовал макей что кто зачем проквакала средний рухнула наземь лицом к дубу ноги расставить командовал макей руки за голову средняя послушно выполняла команды оружие есть нет солдатик погоди молчать кругом макей уже понял что задание его выполнено он нашел разрыв кабеля и того кто прослушивал связь теперь осталось самое простое починить кабель и доставить преступника командиру кто такая почему находишься на линии прохождения кабеля секретного телефона почему кабель разорван так ты стала быть и есть макей бедных молчать здесь вопрос задаю я откуда тебе известно мое имя дело в том молчать все ясно с каким заданием посланы на какую разведку работаете баба яга вообще перестала что-либо понимать ей казалось что все будет очень просто она до смерти напугает макея потом как бы нехотя сообщить ему что его невеста томится замки у кощея но вместо этого она стояла у дуба опустив руки по швам и отвечала на чудные вопросы макей тем временем стал ее обыскивать бабе яге показалось что он ее щекочет ну заигрывает она кокетливо ударила макея она кокетливо ударила солдата по рукам и застенчиво произнесла погоди ты шебутной какой прибежал здрасте не сказал вопрос непонятный задаешь руки распускаешь это я не распускаю я тебя обыскиваю на предмет обнаружения оружия сказал макей ты не суетись солдатик сейчас я тебе все объясню торопливо начала средняя я баба яга ты в сказке ты веришь в сказке ты верю вот эту сказку и ты мне сказки не рассказывай прикрикнул на нее солдат баба яга это кличка какая птичка не кривляйся сурово сказал макей здесь посторонним находиться запрещено здесь граница проходит правильно граница между сказкой и былью а я не посторонняя живу я здесь это лес-то весь сказочный кто-то только не живет но ты не бойся змей горыныч он только с виду страшная так безобидный сражаться совсем не умеет будет приставать снесешь ему головы делов-то лишь его вообще бояться нечего коль уведет тебя откуда ты стильки своих сапог переверни он от тебя и отстанет а вообще у нас тут красиво кто связь прослушивал макей начинал сердиться бабы яги какие бабы яги зачем чтобы тебя к нам сказку заманить что ты несешь старая какая сказка отвечать четко на поставленный вопрос ты кто такая я ж тебе говорю баба яга она вскочила на метлу и стала кружиться вокруг него улыбаясь и помахивая ему рукой макей ошарашенно смотрел на эту картину неужели я действительно попал в сказку подумал он но ведь этого не может быть небось невесту свою ждешь спросила баба яга жду удивился макей откуда вы про это знаете да уж знаю невеста твоя маша в замке кощеевом томится выручать тебе надо в каком замке что за ерунда не горячись давай лучше посмотрим что с ней приключилось с этими словами она приземлилась достала тарелочку и стала по ней катать наливное яблочко и тут макей окончательно поверил что попал в сказку на дне тарелки как в телевизоре вдруг появилась неприятная рожа какого-то мужика в золотой короне кого-то он макею напоминал ну что маша нравится тебе у меня спросила рожа на тарелочке появилась маша все такая же милая и красивая чувства нахлынули на него и макею захотелось увидеть машу сейчас же немедленно обнять прижать к себе поцеловать ну что пойдешь за меня замуж это кощей пояснила баба яга опять жениться собрался ничего другого придумать не может бестолочь макей смотрел во все глаза на эту сцену никогда сурово сказала маша и ответила кощею звонкую пощечину я макею люблю молодец маша скликнул макей как он хотел оказаться с ней рядом в эту минуту ах так кощей помрачнел тогда посиди здесь темнице может одумаешься тарелочки начались какие-то помехи ну я ему когти-то пообломаю скричал макей и побежал к лесу стой закричала средняя баба яга побежал и даже совета не спросил верни солдатик макей резко остановился и побежал назад бабка где яйцо какое яйцо опишула средняя ну как какое со смертью кощея так ты выслушай сначала обрадовалась средняя а потом уж на подвиги беги в руках у нее появилась большая книга в кожаном переплете сейчас посмотрим страницы книги листались сами собой вот нашла яйцо курчики рябы не той вот яйцо с гадким утенком не то так нашла яйцо со смертью кощея читай скорее координаты нетерпеливо сказал макей а я пока кабель починю баба яга монотонно читала яйцо в утке утка в зайцем заяц в ларце ларец в дубе а дуб тот она перелеснула страницу и расстроилась следующей страницы нет наверно крыса съели макей подозрительно оглядел все три дуба но ничего там не нашел закончив чинить кабель он раздраженно спросил где этот дуб а а вот тебе клубочек сопроводительный к самому кощееву царство приведет сказала средняя баба яга и бросила перед макеем клубок клубок тут же покатился в сторону осиновой рощи макей хотел что-то спросить но клубок был уже далеко но ничего я этого кощея голыми руками возьму крикнул он и побежал за клубком эй солдатик мешочек свой с едой то забыл закричала средняя но макей скрылся из виду ну да ладно авось не проголодается баба яга была довольна своей работой все складывалось удачно сказка началась она решила вернуться в избушку и наблюдать за развитием событий по волшебной тарелочке только она взяла в руки метлу как перед ней появилась лиха одноглазая бабы яги не любили лихо во-первых она всегда жаловалась на свою долю во вторых очень уж она была злая и бескомпромиссная столько людей погубила когда сказки в лесу кончились она уехала куда-то в город и устроил говорят работать на железную дорогу все сказочным лесу облегченно вздохнули но вот она опять появилась ну что карга старая не как сказка какая-то началась хрипло спросила она а то я уж и стоцковалась что за жизнь сутками в поезде никаких развлечений разве что соды в чай подсыплешь или усыпешь пассажира чтоб станцию свою проехал да что ты никакой сказки испугалась средняя если лихо вяжется то у нашей сказки будет плохой конец подумала она вот хожу листочки для гербария собирали а куда это твои сестры девицу повели какую девицу а куда это ты солдата отправила каковы солдата ну ладно злобно сказала лиха я вам устрою сказочку с этими словами она исчезла растаяла этого только не хватало подумала средняя а ведь она может такого натворить надо помочь макеев эх придется на старости лет самой за зайцем да за уткой гоняться смерть коще его добывать она засунула книгу и волшебную тарелочку вещь мешок который забыл солдат надела его на плечи вскочила на метлу и взлетела над лесом